Всем доброе утро! Для кого-то оно доброе, для кого-то не очень. У нас случились непредвиденные обстоятельства, непредвиденные проблемы накануне Нового года. Никто не ожидал. У нас сломалась колонка, газовая колонка. У нас нет горячей и холодной воды, у нас есть колонка, и через неё, конечно, вода нагревается. Этой колонке наступил конец. Она уже давала о себе знать, эти проблемы уже были, как происходило, что включаешь, и она не зажигалась. Газ не зажигался, естественно, колонка, вода не нагревалась. Потом, через какое-то время, она опять зажигалась, и вот вроде бы работала. И вот вчера она перестала работать, как говорится, окончательно и без поворотов. И это накануне Нового года. Вот теперь сижу, ищу колонки, где какую купить. Нева, оказывается, уже не существует. Мы хотели, думали, в Петербурге завод. Раньше была Нева хорошая. И у нас была колонка Нева. А теперь нам вроде бы посоветовали, вот Бакси, сразу скажу не рекламу, она вроде итальянская. Ещё Вайланд вроде сказали, но пока на Бакси хочу остановиться. Вот ищем магазин, наверное, в Туле. И вот теперь, кто бы нам теперь её привёз. Потому что если от ихнего магазина доставка, то это будет только после праздников. В магазинах, если я звоню вообще после 10-го числа, тоже на заказ. А у нас Новый год, нам надо быстрее готовить, мыть посуду. В общем, ужас какой-то. Я сегодня всё утро просидела, проискала в интернете. Номера телефонов, магазинов, интернет-магазинов. Всё, что можно, проискала. Да, в наличии где-то есть. В наших городах, в нашем городе, конечно, колонок нет, каких я искала. И даже каких я уже подобрала, какие себе модели подобрала, их тоже нет. В общем, полная жесть, как говорится. И самое обидное, что это всё накануне Нового года. Сейчас надо готовить, всё это мыть, убирать. Ну, скажем так, я уже в квартире убралась, но готовка. Сейчас надо заниматься готовкой, а колонка не работает. Ну и в итоге, что у меня получилось? Пока, правда, ничего не получилось, но надеюсь, что получится. Телефоны в магазин, как я сказала, уже звонила. Либо надо делать заказ. И всё это поступление будет происходить после Нового года, то есть после выходных, то есть 10-го числа. Например, на Яндекс.Маркете посмотрела, там курьер может привезти 8-го числа. Ну, то есть всё после Нового года. А нам надо до Нового года. Вот. Позвонили по одному номеру телефона. Это как бы не магазин. И человек, который там работает, ну, в общем, соизволил желание нам привезти колонку из Тулы. Вот. Сделали мы ему заказ. Он поедет туда по работе и сказал, что нам привезёт. Будем надеяться, что это случится. И мы установим колонку до Нового года. И это будет большое счастье. Тут мы вот дверцу сняли, как вы видите, в кухне. Вот. Колонка наша выглядит так в разобранном виде. Вот. Была у нас, смотрите, какая Нева. Она простояла больше 10 лет. Мы когда купили эту квартиру, она уже стояла. И мы уже жили вместе с этой колонкой. Мы уже здесь живём, в этой квартире, 10 лет. И 10 лет она служила нам верой и правдой. Никогда не ломалась. Всё было отлично. Но дело в том, что вот эта Нева раньше собиралась в Санкт-Петербурге. Был завод. А сейчас проблема в том, что она как бы осталась, какая-то вот эта Нева. Но, как нам теперь везде объясняют, что её делают из китайских деталей. А это уже как-то большой минус для меня. Не хочется. Но какую мы заказали, если привезут, всё благополучно будет. Я вам потом расскажу, конечно, покажу. Вот так я украсила, видите, окошки, снежинки. Ну, а сейчас мы поедем. Надо докупить кое-что к столу на Новый год. Зелень, помидоры, заодно шланг надо купить на колонку. Потому что ту, которую присмотрели, там чуть-чуть другой размер. Ну, всё, отправляюсь в дорогу. Ну, что, нам привезли колонку. Представляете, я в восторге. Тут вот мы её разбирали. Тот человек, который нам привёз, всё рассказал, показал. Вот тут мы уже её отодвинули в сторону. Ну, вот наша колоночка. Представляете, здесь всего нужна одна батарейка. А в нашей колонке две батарейки. И даже батарейка шла в комплекте. Вот, видите, батареечка в комплекте. Вот, так что надо сейчас устанавливать. Тут вот у нас стоит верх ногами этот короб. Ну, ничего. А вот тут в стороне стоит эта коробка. Ну, фирма, сразу скажу, если вы увидели, это не реклама. Вот, она, конечно, итальянская. Это не наше производство. Но зато там не задействован Китай. Это уже радует. Ну, и теперь, как повесим, тоже покажу, как это будет выглядеть. Наконец-то мы будем с водой до Нового года. Ура! Вы не представляете, как я счастлива. Я, наверное, так не радовалась никогда. Да, в своей жизни. Где мусор? Вот, что у нас тут происходит на кухне. Вот, колонку хотели повесить. А там не подходит у нас шланг. Та была поменьше, по-другому вот видела. А это вот приходится теперь подпиливать шкаф. Вот так. Вот почти Новый год. А у нас всё в работе. Сходили мы к моим родителям. То есть, получается, мы как бы обменялись. Отец пришёл сюда делать колонку. Мы с Полинкой ушли к ним мыть голову. Я вот помыла голову, сделала укладку. Полинка тоже помыла голову. Потому что завтра 31 число. Вот. Ну, перед тем, конечно, как уйти. Мы тут всё согласовали с колонкой. Не нужна ли была моя помощь? Вроде бы не нужна. Я ушла. Сейчас покажу, что же у нас получилось. Конечно, я зашла. Посмотрите, какой у нас тут естественный беспорядок такой творческий. Ещё посуда немытая на кухне лежит. Сейчас я всё это буду делать. Всё мыть. Так. И вот наша колонка новая. Ну что, сейчас я уже её включила, попробовала. Немножко подразобралась. Получается вот это. Кстати, вот если вам будет интересно, могу сделать мини-обзорчик на вот эту колонку. Но сразу скажу, конечно же, это не реклама. Ручка вот эта слева. Это получается газ, температура. Здесь датчик включается, температура её видно. А вот это напор воды. Регулируется. Ну сейчас включу, посмотрим. Вот так. Она сожглась. И вот здесь температура у нас. 31, как вы видите. Вот. Но тут мне ещё, конечно, немножко надо подразобраться. Вот здесь я, смотрите, сделала на полную ночь уже температуру. Ну, если вот я сюда убавляю, значит, давление, то температура будет прибавляться. Если я прибавляю давление, температура будет уменьшаться, соответственно. Ну, кстати, очень удобно, потому что там моя старая колонка, это здесь ручка была, это холодная, по-моему, вода. И то я даже не знаю, мы когда въехали в квартиру, эта ручка у нас не работала. То есть она заржавела, не работала. И мы только пользовались этим, этой ручкой. Вот. Прибавить, убавить. А температуру я уже регулировала просто, как говорится, с краней. Прибавила напор, убавила. Хочу сказать, что в нашей квартире напор очень сильной воды. Хотя вот про эту колонку, когда я читала, было написано, что многие люди говорили, она идеально подходит для тех, у кого маленький напор воды. Вот, например, у моих родителей маленький напор воды, вот им бы подошла идеально такая колонка. Вот. Ну, у меня большой напор. Вот, видите, 42. В принципе, нужно здесь уменьшить температуру или напор воды регулировать. Но я бы лучше отрегулировала напор воды. Буду сейчас разбираться, получше для себя сделаю. Потому что очень большой напор, мне он всегда мешает, этот большой напор. Кто-то страдает от маленького, а я страдаю от большого. Ну, все, сейчас буду разбираться. Единственный теперь минус, знаете, у меня вот здесь стоял короб. Вот такой же, как с этой стороны. Он был самодельный, видите, он закрывал все шланги, трубы. А теперь вот сделали вот этот вырез. То было все по прямой, видите. А здесь такая колонка, что надо было сюда шланг, видите, куда выходит. Получилось, что нам... Выключу воду, чтобы не мешало говорить. И пришлось вырезать сюда. И получается, что вот короб у нас вот сюда где-то доходил, вот так. А теперь надо, чтобы вот этот он все закрывал. То есть, получается, ширину надо менять. Теперь придется переделывать короб пошире. Ну, в общем, не знаю, надо думать. Потому что, с другой стороны, у меня тут стояли вот эти сушилки, если кто внимательно смотрит мой канал, сушилки, вот эти травки. Они у меня тут идеально вписывались от этого короба. А теперь, если делать шире, шириной, вдруг короб, тогда эти дальше будут уходить. Ну, в общем, не знаю. Это теперь будем думать, наверное, после Нового года про этот короб. Потому что завтра 31-е, завтра готовка не до кранов, не до коробов, не до чего. А вот эти шланги, конечно, надо убирать, потому что некрасиво. Вот если не убрать, видите, они вот таким образом торчат. А здесь, видите, как все аккуратно загорожено. Конечно, аккуратненько, ничего не видно, не торчит. Так что короб придется делать. Или, или, если короб сделать сюда, оставить как есть, тогда придется, вот здесь будет выступ. Ну, будет не очень красиво, мне кажется. Если вот так вот отрезать, все правильно будет торчать. Все равно вот этот хвостик я так не люблю. Ну, в общем, ладно, будем думать, решать. Пока начинаю все мыть, убирать, всю посуду, наводить тут порядок, красоту. Как вы видите, я тут все сняла, чтобы нам ничего не мешало ставить колонку. Ну, ладно, я довольна, по крайней мере, это все мелочи сделается. Самое главное, что есть горячая вода на кануне Нового года, потому что это был бы полный трэш. Ну, все, приступаю к работе. Ну, что, всем доброе утро. Праздничное утро. Сегодня 31 декабря утро. Вчера уже не стала вам снимать, потому что вот начала я убираться и закончила очень поздно. Причем с неприятностями закончила день 30 декабря. А именно колонка. Рано я радовалась. Ну, вот так-то у меня на кухне, конечно же, чисто. Сейчас вот встала, поставила уже яйца варить на салат. Пусть будут заранее. Вот. А проблема с колонкой. Тут я, конечно, все уже повесила, как вы видите. Но за исключением вот этого короба, который я сказала, надо делать. Вот. А колонка, колонка, проблема, как вам объяснить? Ну, в общем, она гасится. Работает, работает минут 10-15, потом отключается. И вот начинается. Секунда включена, секунда выключена. И вот так далее. То есть, барахлит. Не знаю, в чем дело. Может, в дымоходе. Может, еще в чем. Может, колонка бракованная. Теперь надо выяснять. Ну, вот не знаю. Пока, конечно, сегодня Новый год мы встретим. Естественно, с этими проблемами разбираться не будем. Но после Нового года надо выяснять, в чем проблема. А за окном у нас дождь. Посмотрите, какая дорога. Даже вчера походу была лучше. Сегодня все тает. Дождь с крыш. Ну, и так видно, наверное, моросит по лужам, смотрю. Очень мерзопакостная погода. Вот вам и 31 декабря. Из морозилки достала это филе голени. Брала я ее в Кусвиле. Ну, кстати, вот значок стоит. Надо ее разморозить и заново... Ой, заново. Надо ее разморозить и к вечеру приготовить. Я уже начала заговариваться. И сейчас еще один неприятный сюрприз встал. Хотела умыться, когда... Вот был у нас такой обруч из фикс-прайса. Начала его, типа, одевать. Он раз и пополам сломался. Вот, я думаю, вы видите. Раз. И он там переломился посередине. Теперь на выброс. Был хороший обруч. Долго служил верой и правдой. Так что утро начинается. В общем, все ломается перед Новым годом. Я не знаю. То ли мы войдем в Новый год совсем хорошим, то ли мы войдем в год и дальше все это будет продолжаться. Ну, в общем, какой был год, так он и заканчивается. Год был, конечно, ужасный. Кстати, для кого как может быть? Ну, вот поделитесь в комментариях, как прошел ваш 2022 год с проблемами, без проблем. А что плохого приключилось, что хорошего? Если не секрет, поделитесь. Ну, у меня этим временем закипели яйца. Сейчас убавляю и пусть варятся. Ну, а я сейчас начну готовить завтра. Немножко порядка в новогодний день. Надо пыль по-быстрому собрать. Ну, а по телевизору сегодня все фильмы советские, как вы видите. И Чародей, и Карнавальная ночь, и Бриллиантовая рука будет, Любовь и Голуби. Ну, в общем, все-все фильмы. Служебный роман. Ой, каких только нет фильмов. Кстати, напишите в комментариях, какие фильмы любите вы советские. Вот прям вообще, вообще прям первое, второе, третье место, можно сказать. Какие любимые. Вот мне служебный роман нравится. Карнавальная ночь, например. Вот. Ну, бриллиантовая рука тоже хорошая. Так, я здесь уже кое-какую посуду помыла. Ну, так, по мелочи подмываю. Вот. А это у меня мясо. Все, я его замочила. Сейчас помокнет. И надо его готовить. Замариновать. И пусть стоит до вечера. Тут апельсинчики с яблочками. Баночки. Смотрите, какие я купила банки. Кстати, сейчас вам покажу. Вот эти банки. Где вторая банка-то? Вот. Две баночки. Одна поменьше, другая побольше. От них вот такие крышки. Это вакуумные баночки. Я их сейчас просто помыла. Вот. Купила я их в светофоре. В светофоре съездила в Донской. И там вот были такие баночки. У нас в узловой не было. Это у меня посуда тут отсыхает. Не обращайте внимания. Вот. И. И. Вот такие вакуумные баночки. Одна побольше. Другая поменьше. Это стекло. И, кстати, такое плотненькое стекло. Прям цена, по-моему, 200 рублей. Ну, супер баночки. Вот думаю, может, там орешки буду хранить. Потому что орехи надо хранить в холодильнике. То есть я буду их покупать орехи, замачивать, промывать, высушивать. И потом буду убирать в холодильник. И там буду хранить. Так что вот такие классные баночки. Вот думаю, может, надо было бы две таких купить коробочки. Получилось бы четыре банки. Потому что, не знаю, все орехи-то не поместятся. Хотя бы три-четыре вида. Тем более, одна, видите, поменьше, другая побольше. Ну, ладно. Посмотрю, подумаю. Там, кстати, были с разными крышками. Вот есть с белыми. Были с желтыми. Но в обзоре я своих показываю всегда. Так что смотрите обзор на канале Экин счастья. Это для тех информаций, кто зашел в первый раз. Тут еще я сейчас принимаю вот такие добавки. Еще с Ахербой у меня были запасы. Это у меня цинк. А это у меня йод. Вот. Так, к слову, просто пришлось. Так, это у меня тут посуду я помыла. Сейчас надо убрать. Ну, а тут я сейчас обрабатываю брокколи, цветную капусту. Цветную капусту я уже замочила сейчас в соде. Можно в соде, в принципе, в яблочном оксусе. Вот. Помокнет, промою и убираю в холодильник. И потом уже, когда нужно употреблять там брокколи или цветную капусту, она у меня уже чистая и быстренько. Быстренько можно приготовить. Как говорится, не заморачиваться уже ни с замачиванием, ни с мытьем. Так что удобно заранее все приготовить. Тут у меня еще салатик достала. Тоже сейчас замочу, промою. Это на вечер. Ну, на Новый год смысл. Смесь. Смотрю, тут руккола, еще какой-то салатик. Так что подготовка к Новому году идет полным ходом. Параллельно, как вы уже видели, я хворю и заготовки кое-какие делаю. Вот. Замочила, кстати, утром орехи кешью. Хочу сделать себе соус из кешью. То есть, лично я буду есть не майонез, не сметану в салате. А вот этот соус из кешью. Он похож как раз на стандартный майонез или сметану. Назовите как угодно. Вот. Так что и ближе к вечеру, наверное, уже приготовлю этот соус. Он тоже там легко готовится. Вот. Тогда потом, попозже я вам покажу. А здесь на кухне повесила вот эти шарики. Они светятся. Давайте включу в розетку. Покажу. Вот таким образом. Вечером, конечно, будет хорошо смотреться. Ну, вот так украсила кухню. Немножко слегка. Вот видите, по этой программе служебный роман идет. Вот таким образом. Ну, думаю, неплохо. А вечером вообще будет хорошо с подсветкой. А раньше, в те годы, я вешала вот сюда. Вот эти шарики, что я вам сейчас показала. Вот сюда. Я их крепила на скотч. Ну, что-то в этом году. Было красиво, кстати. Подсветка такая. Ну, в этом году что-то не хочу. Вот с этим скотчем заморачиваться. Потом отлеплять. Как-то то он держит, то он не держит. Ну, в общем, в этом году не хочу. Поэтому вот сделала здесь. Полина тут сидит, отдыхает. У нее каникулы. Я весь день вижу. Так что Полина вся в отдыхе. Каникулы. Это каникулы. Вот тут среди елочки новогодних украшений. Не все, правда, мы включили. Тоже смотрит служебный роман. Здесь, смотрите, что поставила. Это орламп наша. Туда мы сейчас накапали масло апельсина. Вкусно пахнет. Немножко увлажнит и запахом. Такая у нас праздничная атмосфера. Ну, а я пошла дальше готовить. Ну, что, сделала я свой майонез. Здесь у меня, значит, кешью, укропчик, чесночок добавила, сок лимона, растительное молоко и водичка. И все. И вот мой майонез такой. Очень вкусный на вкус. Я попробовала, мне понравился. Так, здесь у нас приготовление полным ходом. Здесь свекла наша любимая, оливье. Тут картошка. Я есть картошку не буду. У меня будет гречка. Так, и здесь у нас котлеты. Так, мясо замариновала. Сейчас буду выкладывать, буду делать в рукаве. В духовку запекать. Это у меня индейка. Так, ну все, мясо в рукав убрала. И ставим запекать. Ну что, мы за столом. Ждем, когда пробьет полночь. Что у нас тут на столе? Все стандартно. У меня гречка. Мой салатик с моим соусом. Это тоже с моим соусом. Селедочка. И все остальное. Котлеты. Сейчас еще мясо из духовки достанем. И все. Все стремятся. Мы в ожидании. С Новым годом! С Новым годом! Ура! Надеемся, Новый год будет лучше, чем будет лучше. И каждый год мы про это говорим. На это надеемся. А все улучшения нет. Но надежда умирает последней. Так что мы все равно продолжаем. Всем счастья, здоровья, удачи всем моим зрителям и исполнения желания в будущем, вернее уже в наступившем году. Это за вас, мои подписчики и мои зрители. Так, ну вот достал мясо из духовки. Это у нас индейка. Я решила купить без кости. Так что это индейка, филе, бедра индейки. Голень, вернее, голень индейки. С пылу с жару. Да, с пылу с жару. Сейчас будем дегустировать. Ну а что этот кусок маленький, на, целиком. Вкусно. Да? Ну, мягкая. Мягкая. Сейчас двадцать стояло. А уже не лезет, да, Полина? Вкусная, а уже не лезет. Что делать? Что? Ну, как-то я впихивалась. Ну, горячий пока. Что-то мне котлетки пересолил дать, да, Полина? Нет, правда. Ну ты что, пересолила-то? Что-то мне, а она молчит. Ой. А что, за 2006-й хочешь, что ли? Да там с 2000-х годов понашут. Ты знаешь, сколько долго будет, значит? А что, старые песни? Да. Ну, марсим. Да, посмотрел, посмотрел. Вот этого зайчика принесли в подарки. Это папе Полининому дали подарок на работе. Сейчас она позже покажет, что там за подарок. И вот был такой зайчик, игрушка. Причем вставленный в коробку. Ну, мы потом соберем, покажем, как это все выглядело. Год кролика. Полинке очень нравится зайчик. Да. Классно. Причем. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С Новым Годом! Смотри, какой торт! И вот такой пакетик Прекрасный тебе Вот такой кроличек Зайчик Рафаэлка Поленке подарили Вот такой красивый Высокий тортик Жалко, что мне кушать нельзя Все будут кушать тортик без меня Я только посмотрю, какой он красивый За Новый Год! Чтобы он был Лучше, чем прошедший Да Прошлый А ты котлеты едешь? Не, не едешь Котлеты! Я подогрела! Подогрела? Сейчас время-то сколько есть? Три ночи как раз Чтобы все у нас было хорошо Каждый пускай подумает Что больше всего хочешь Как и Ордену говорит За год их желания Самое главное желание заказывайте Да И все у вас будет Завтра Полинка нам песни будет петь Приходи Завтра я на суд какой исполнил Да, работай и лискалой Торт, торт, торт А что за торт? Шоколадный Творожный крем Бисквитный? Бисквитный, да Шифоновый бисквит Не Вот эти вот Нежирные бисквиты На кипятке Там подсолнечное масло кипяток Обзывается шифоновый Такой Ладно, ты ешь, пей и все Потом расскажешь А вот надо пробовать Давай Так, приступаем к нарезанию торта Жалко красоту резать Но что делать? Так, сейчас разрезить посмотрим Красиво Вот такой тортик шоколадный А это я чисто для себя Испекла шоколадный брауни У меня здесь, знаете, что Цукини Яйца Мука миндальная Добавила немного сироп Топинамбур Банан Соду И Масло кокосовое Вроде бы все Вроде все А, и в конце еще добавила Смешала Шоколад Шоколад хороший Тоже в свое время заказывала Сайхерба Вот, сейчас буду дегустировать Посмотрю, что получилось Вот такой на срезе он получился Хопачки Ой, какой кусочек маленький Сверху молочный шоколад Так, ну как Это смородина Такая это Протепла Ну что, Полина Вкусно Вкусно А ты что сидишь, ждешь Полинку смотрит Вкусно 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 очень даже Жидкость из организма Ты знаешь, что зеленый чай вымывает Жидкость из организма И зеленый, и черный Там, танины Вот у кого железодефицит Не надо чай пить Вот Молоко не надо пить Я больше пью воды Вода нужна Вот тот самый подарок Который принес папа Полине Это давали у них на работе Видите, тут даже этот логотип Ростсети Центр привожья На этот раз он последний В этом году Полинке 14 лет Но мне нравились подарки Прямо такие классные Вот в том году дали Игрушка была в подарке Правда Был тигр Вот год тигра Год тигра Сейчас год кролика И посмотрите Вот он принес такую коробку Я сразу сказала Это наверное игрушка там внутри Но он был запечатан Мы не знали И когда открыли Действительно там игрушка Вот что я вам показывала Ну классные Вот И сами конфеты Тут смотрите Ты знаешь Конфеты Получается Заяц Этот у нас игрушка И смотрите Еще что тут Какая-то настольная игра Дорога к безопасному электричеству То есть Все про эту тему Эти фишки даже есть Вот И вот такой Вот такое полотно игральное То есть Можно на каникулах поиграть Тоже здесь участвует Вот этот кролик Который в подарок и идет Ну еще вот такая игра Ну Прикольно придумали Мне вот нравятся такие подарки Чтобы не только были одни конфеты А что-то такое интересное еще было Вот И еще вот такая Настольная игра Игровой бум Вот такой тетрадь Такой блокнот-тетрадь Да Любимые игры на бумаге Играем всей семьей Семь игр По 10 листов на каждого Видите Начертания можно рисовать Вот морской бой тут Еще Наверное Какие-то их Надо разбираться Какая-то клетка Точечки Ну еще прикольно Крестики Нолики Ну вот И сами тут конфеты Давайте посмотрим Какие конфеты Ох Вот такие конфетки Ну всего по чуть-чуть Подарок классный Мне больше всего понравился зайчик Зайчик в коробочке Вообще прелесть Такой маленький Прям симпатичный Длина ухи Такая мягкая игрушка Так что будет сопровождать У нас тот кролик просидел Весь год в комнате Теперь будет зайчик сидеть Как символ года В комнате Класс Ну вот Вот такие подарки Сработаем Субтитры сделал DimaTorzok